Добрый вечер, дорогие телезрители! Здравствуйте! В эфире программа «Добрый вечер, Гомель». И сегодняшний вечер мы предлагаем вам провести в компании Светланы Князевой и Александра Гамоли. А также в компании наших гостей. Первым мы хотим представить вам альпиниста, путешественника и начинающего марафонца Владимира Остапова. Владимир, добрый вечер! Владимир, вы пример человека, который, наверное, никогда не сидит на месте. У вас есть интересные увлечения, это и путешествия, и альпинизм, и бег. Мы сегодня об этом поговорим. И, возможно, кто-то из телезрителей очень даже заинтересуется и чем-то подобным захочет заняться. Ну, о том, где и как этим заняться, мы поговорим во втором блоке нашей программы, где раскроем секрет, где же можно научиться скалолазанию. Ну, а сегодня, сейчас, Владимир, мы хотим поговорить с вами. Вот мы знаем, что ваше увлечение, оно тесно связано с вашей работой. Не так ли? Расскажите, где вы работаете, и как вам удалось посмотреть и побывать во многих странах и континентах? Ну, в настоящее время я возглавляю отдел маркетинга в одной из ведущих организаций строительной Гомельской области, даже, можно сказать, всей республики. Это Гомель Облдорстрой. Вообще, как бы, предприятие занимается строительством автомобильных дорог, и со строительством дорог у меня связано большой период жизни. Я с 98-го года уже в этой профессии. И вот, благодаря своей профессии, мне в 2012 году посчастливилось побывать в такой замечательной стране, как Венесуэла. Ну, Венесуэле очень интересная, разнообразная природа. Так вы как попали? Поехали работать, да? Да, я поехал туда работать от такой организации, как Белзарубежстрой. Мы там строили, помогали братскому народу, венесуэльскому строить агроиндустриальную коммуну в штате Гуарика. Ну, и вот первое впечатление, когда приземлился самолет, я вот увидел эти горы, там джунгли на горизонте, море. Конечно, видя все это, там, сидеть на месте практически невозможно. Первые же выходные меня потянуло вверх от того дома, где я жил, до подножия горы, ну, где-то было порядка 20 минут ходьбы. Ох, совсем рядом. Совсем рядом, да, поэтому как бы грех было сидеть дома. Я пошел просто в разведку, посмотреть, что там. Был очень приятно удивлен, там было большое множество людей, которые с детьми ходили, прогуливались, там, поднимались на определенные какие-то высоты, там, смотровые площадки. Насколько хватало сил, да? Да, насколько хватало сил. И возвращались обратно все довольные, счастливые, улыбались. Было интересно. Ну, конечно, я первый день высоко, там, мне не удалось подняться. Как бы в Венесуэле есть один такой минус, что там очень рано темнеет. Если там темнеет раньше, значит, и рабочий день заканчивается раньше, не как у нас, в 6 часов? Ну, рабочий день у нас был с 8 до 5, как бы, в светлое время суток мы успевали вернуться домой. Может быть, там раньше и светлеет, расцветает? Да, ну, в 6 часов где-то расцветает, там практически половина суток идет светлая, половина суток темная. Ну, в темное время суток, как бы, тоже хватает всяких развлечений в Венесуэле, там, парово, есть ряд таких пешеходных улиц больших, где собираются уличные музыканты, уличные танцоры, гимнасты, акробаты, жонглеры, там, факиры. Там можно спокойно пройти, посмотреть, это довольно безопасно, там, людно. И находилось не так далеко от того места, где мы живем. В общем, скучать не приходилось. Как бы вы характеризовали повседневную атмосферу, скажем так, жизни в Венесуэле? Ну, в тот период, когда я находился в Венесуэле, как бы, там было все довольно-таки спокойно. Народ там, как это сказать, немножко такой разбалованный климатом, он беззаботно живет. На момент, когда уже приходило, дело было к отъезду, да, там, наверное, из-за того, что поменялось правительство, вот, умер же тогда действующий президент, на то время действующий президент Уго Рафаэль Чавес, были волнения большие, там, и оппозиционные, молодежь там очень как-то бурно реагировала на все эти события. Ну, соответственно, страну охватил какой-то такой небольшой кризис, инфляция, то есть люди стали более такие вот уже озлобленные, участились в случае какого-то насилия, захватов там магазинов, грабежи и так далее. Мне посчастливилось, я как раз, наверное, провел период свой в Венесуэле, когда, ну, все это было настолько минимально, что, как бы, я не почувствовал никакой, скажем так, опасности. А быт, ну, быт простого человека, там, такой же, как и везде, то есть, ну, что они... Чем они отличаются от белорусов? Да, практически ничем не отличаются от белорусов, точно так же, там, заботятся о своих детях, любят какие-то там развлечения. Ходят на работу. Да, ходят на работу, радости жизни. Единственное, у них, конечно, есть такое большое, как бы, достоинство самой страны, что все находится под рукой, если ты увлекаешься горами, пожалуйста, вот тебе в доступности горы, хочешь ты заниматься, там, дайвингом или, там, каким-то морским видом спорта другим, пожалуйста, вот тебе в шаговой доступности море, есть, там, непроходимые джунгли, пустыни, реки, озера, как бы, все находится... Пожалуйста, покоряй. Да, пожалуйста, покоряй, пожалуйста, везде бывай, смотри. Владимир, ну, в Венесуэле вы впервые познакомились с горами, стали подниматься или раньше тоже бывали? Значит, я в детстве, когда еще в школе учился, где-то, наверное, с класса с 4 по 8, у нас при школе была такая секция горного туризма. Конечно, в горах в этот период мне побывать нигде не удалось, ну, и, как бы, таких вызов-то особо организованных не было. Но вот это, наверное, любовь к горам была привита нашими руководителями от этого кружка, своими рассказами и так далее. Наверное, тогда еще она крепко у меня засела в голове. Ну, а вот в Венесуэле получилось воплотить ее в жизнь. Это здорово. Ну, расскажите, Владимир, какие горные вершины вам покорились в Венесуэле? Значит, все началось с того, вот, вблизи... Каракаса, да, города, где я жил, есть горная система, Авела называется. Там наивысшая точка ее, 2,765, это пик на Игуата. Ну, в принципе, гора, как бы, такая, скажем так, несерьезная. Хотя, наверное, несерьезный гор не бывает. Это море для новичков в этом деле. Технически несложная, скажем так, да. Но близость ее, да, этой горы и возможность ежедневно, там, чуть ли не каждый день туда восходить. У меня вечерами, как бы, альтернатива, вот, сидя не дома, я просто ходил туда, вот, к подножию, там, наверное, час шел в одну сторону вверх, там, час вниз, чтобы как-то так размяться, развеяться. И выходные дни, я часто вот ходил там с компанией друзей, ребят таких единомышленников, ну, ходили туда вот на этот пик на Игуата с ночевкой, да, проводили там все выходные. В субботу вот ушли, в воскресенье вернулись. Уже когда, как бы, уже почувствовал какую-то уверенность в себе, конечно, захотелось куда-то дальше, выше. Через Венесуэлу вот проходит же Анды, да, горная система. И наивысшей точкой Венесуэлы является пик Боливара, высота, там, 4,972, где-то в различных источниках она, там, плюс-минус 10 метров разнится. Венесуэла находится он, там, вблизи такого городка Мереда. Ну, в принципе, как бы, в масштабах Венесуэлы это не очень далеко от Каракаса, там, 40 минут на самолете пролететь, это примерно, как у нас, там, до Бреста с Гомеля, вот так добраться. И вот, как бы, мысль такая засела, и вот я решил себе организовать туда такую поездочку, восхождение на этот пик. Там, через знакомых венесуэльцев, вот, нашел, как бы, гида сопровождающего, проводника, который бы мне составил компанию в этом путешествии, наметил ее на католическое Рождество, это бы, наверное, был 13-й, или, наверное, уже 13-й год, да, 2013 год. И прилетел туда в Мереду, встретился с ним, но мне там что-то с организационными опросами не получилось, то есть, там, для того, чтобы начать восхождение, надо было, наверное, порядка 4-х часов ехать на джипе по такому бездорожью, там, на других машинах не проехать, в общем, не удалось нам найти машину. Тогда, ну, чтобы уже, как бы, поездка пустую не пропала, было принято нам там на месте решение пойти на пик Бумбольт, это тоже вот система этих Ант, вторая по величине вершина в Венесуэле, она там чуть ниже, наверное, метров на 40, чем пик Боливара. Ну, она такая с ледником, такая, ну, довольно-таки интересная и очень красивая. Ну, вот на пик Бумбольта мы тогда удачно сходили, все, я когда уже впервые постоял на вершине, которая действительно заслуживает какого-то уважения, я понял, что это навсегда. Ну, такие, какие эмоции испытывает альпинист? Это, конечно, мне неизвестно, но можно предположить, наверное, да, что вы на вершине чего-то. Среди облаков. Да, облака даже не среди облаков, они там где-то под тобой, но эмоции разные. Я когда первый раз стоял на пике Бумбольт, там уже, не знаю, так переполняло такое, что даже, наверное, и расплакался немного. Ну, это слезы счастья именно. Это еще подкрепляется, видно, физическими усилиями, да? Ну, конечно, да. И сейчас нужно взойти и чувствовать, что ты это смог, ты это сделал, и вот в таком состоянии эйфории, скажем, находишься. Да, я развернул там белорусский флаг, сделал такую фотосессию, понимая, что это уже с тобой навсегда. То есть это вот ощущение, ну, не то что как наркотик, но уже зависимость от него какую-то имеешь. Хорошо, на пике Боливара какие были ощущения? Вы же его покорили потом, впоследствии? Да, впоследствии мне посчастливилось побывать и на пике Боливара. Где-то прошло, ну, с полгода, я же в Венесуэле как бы тоже работал, и не было возможности каждый день постоянно где-то путешествовать. И надо было выбирать такие дни, когда много выходных какие-то, их не национальные праздники венесуэльские. И на пик Боливара я попал, было, наверное, майские праздники, они тоже широко отмечают, 1 мая, да. То есть у нас было всего, наверное, 4 дня, или даже 3, тур на пик Боливара, да, 3 дня у нас было всего. Тур на пик Боливара рассчитан минимум там был на 5. То есть мы там уговорили, нашли тоже гида такого. За 3? Прожженного, который согласился нас туда провести за 3 дня. И что, справились? Справились, у нас не было пути назад. Так, а благодаря чему, если рассчитан этот путь на 5 дней? Ну, рассчитан же как бы на, ну, как сказать, на... Просто чем дольше находишься в пути, тем больше платишь. В 3 дня? Не-не-не-не, дело как раз таки не в деньгах. Цена была одинаковая. Там очень все это демократично. Гид берет чисто символическую плату за свои услуги. Так мы же как бы ходили, мы все в основном-то несли там сами на себе еду, и все это готовили сами. А была возможность... Чем обусловлено 5 дней, это значит, для того, чтобы пришла хорошо акклиматизация. Ну, рассчитано на средний, как бы, уровень подготовки. Ну, считаю, что у нас была там закалка Каракаса, да, что мы постоянно ходили в горы, мы там описали, что, как мы там делаем, рассказали. Я на Гумбольте был два раза до того, как попал на Биг Боливара. И второй раз на пик Гумбольта мы сходили вообще-то как бы за сутки, за два дня, одну ночь мы провели. Когда Гиду рассказали об этом, он сказал, все, я верю, что вы сможете, тогда все, берусь. Как бы там прилично, мы начали подъем на пик Гумбольта, когда за сутки сходили, там с 1800. Первая ночевка у нас была там 3940. Потом на следующее утро в 4 утра мы встали, сходили на штурм вершины, это 4940 она, вернулись вниз полностью, сели там в такси, доехали до аэропорта и улетели. Просто не было времени другого. Владимир, вы говорите, когда восхождение происходило, вы все несли с собой, а была возможность воспользоваться, не тащить все на себе, а... Возможность была, и на пике Боливара мы, да и возможность, все частично использовали. Там на пике Боливара он такой немножечко посложнее технически, и надо было нести с собой много, скажем так, снаряжения, да, там веревки, железа всякого. И нас сопровождали маленькая такая лошадка и ослик. Они помогали нам внести... Вашу ношу. ...это вот это вот снаряжение. И их сопровождало тоже меня очень поразило. Их сопровождающие, там местные жители деревни, сейчас уже даже Лас-Невадос деревня называется, у подножья горы. И вот мы шли такие все красиво одеты, в специальной одежде, там горных ботинках, а он шел в обычных резиновых сапогах, высоких таких, там в каких-то джинсах, в одной майке. Он не то что не отставал, он за этими осликами и коником за этим бегал, там по этим горам, все они впереди, там выскочили. Вот у кого подготовка настоящая, правда? Да, вот это настоящая подготовка. Опишите, пожалуйста, вообще пик Боливара. Что это за вершина? Это горная вершина, она такая наскальная, то есть такой, что называется, настоящий пик, такой острый. И на вершине пика Боливара стоит бюст самого Симона Боливара. Это вот очень почитаемый, кстати, в Венесуэле такой человек, который боролся за освобождение многих стран Латинской Америки, в том числе и Венесуэлы. Они там его очень почитают. Вот стоит его бюст, наверное, бронзовый, кто-то его туда занес. Вы сфотографировались на фоне? Конечно. Здесь там должна быть фотография, тоже там с белорусским флагом на фоне этого. Владимир, вы за время пребывания в Венесуэле объездили всю Венесуэлу. Какие места вам наиболее запомнились? Наиболее запомнились? Мне еще посчастливилось побывать, искупаться в водах самого высокого в мире водопада. Это водопад Анхель. Он тоже находится в Венесуэле. У него высота там почти километр свободного падения воды. Также я побывал очень интересный такой, ну это вот для любителей пляжного отдыха, я считаю, наверное, просто рай. Это архипеллах островов Лос-Рокес. Там и вода такая безумно красивая. Там вот и дайвинг широко развит у них. И сам песок этот белоснежный. Ну, очень интересно. Также я был в Дельта-Ренока, река. Подвидел быт настоящих индейцев венесуэльских. Нас пригласили в гости, как бы там они живут такими кланами, прямо на воде. Это в горах где-то они живут? Нет, они живут на реке. Прямо вот у них такие построенные как бы на сваях домики. Прямо на воде. А Ренока, чем интересная река, она в течение дня меняет свой уровень практически, наверное, около метра, даже, наверное, может, чуть-чуть больше. И вот притоки Реноки, они, допустим, одну половину дня текут от реки. Потом, когда вода падает, они текут обратно в реку. И вся жизнь там как бы на воде, потому что там остальное все это непролазные джунгли. И они вот люди там как бы очищают себе такой кусочек на берегу, на сваях строят себе эти домики и живут эти индейцы там. Вот как бы очень такое место запомнилось мне. Очень интересное место. Мы посещали такой национальный парк Гуачара. Там есть пещеры. Очень такие длинные, там порядка десяти, наверное, километров этих всяких всевозможных пещер. И там живут птицы Гуачара. Это даже не знаю, с какого они там отряда. Птицы ведут в основном ночной образ жизни. А днем вот они сидят в этих пещерах, там прячутся вот в темноте. И вот когда заходишь, видно, там их немножко там скалышешь, спугнешь, начинают там носиться вокруг тебя, летать. Тоже так интересно. Владимир, а как выглядит самое большое озеро по запасам пресной воды? Самое большое озеро по запасам пресной воды, оно находится в Южной Америке. В Южной Америке, да. Она находится в Перу, часть Перу, часть Боливии. Ну вот в Перу мне посчастливилось побывать. Озеро. Озеро выглядит масштабно, большое озеро, как море. Да, очень такое интересное. Ну что вот особенно впечатлило, на озере Титикака, это плавучие эти вот острова, которые тоже местные жители индейцы, они сами там выращивают острова, на которых живут, да, и в зависимости от того, как разрастается их там семья, они себе там достраивают, достраивают, там хижинки эти ставят. Это полная независимость. Построил себе остров, и все. Да, они за счет этого озера живут, то есть они там занимаются рыбной ловлей, какую-то дичь, птиц там подкармливают, они там у них ходят, прямо-то как у нас куры во дворе, я там по этому острову каких-то непонятных пород, там птицы всевозможные, рыбу там соответственно ловят. Ну, они такое ведут, наверное, ну, может, немножко они там осовременились, но я вот видел там, какими они ружьями пользуются, еще кремневыми такими, просто поражаешь те лодки, эти плетенные из тростника. А чем вкусного они вас угощали? Необычным. Вкусили? Экзотики? Ну, в Перу я пробовал такое, у них национальное блюдо, называется куй. Это что-то типа морской свинки, это они, когда жареные, так выглядит, как крыса. Смотришь... Название у нее, конечно, интересное. Да, название интересное. Смотришь на него, так оно вроде такое страшненькое, но на вкус довольно-таки приятное, интересное. То есть вы прониклись национальной культурой? Да. Угостили нас в одном из ресторанов, кстати, где мы, наверное, заказали себе этого куя, нас угостили национальным напитком писко. Это что-то, наверное, наподобие текилы, только она смешана с лимонным соком, такой слабенький алкогольный напиток. Тоже довольно-таки интересно. Но вот очень досадно, когда тебя спрашивают, откуда, вы же видели, что мы не местные, мы уже по-испански два слова знаем. Потому что откуда вы, говоришь, мы там из Белоруссии. Белоруссия, ну, что это, где это вообще? Как вы сюда попали? То есть как бы, ну, Россию знаю, когда начинаешь рассказывать, что это соседка России, там где-то вот мы там рядом, вот Европа, они, а, ну, Европа, Россия, да, знаем. А Белоруссию, вот, к сожалению, нет, Венесуэля Белоруссию знает, Венесуэля знает все Белоруссию, знает все нашего президента, они же были друзьями. Честная экономическая связь, в первую очередь. Ну, с Чавесом же они были друзьями. Все, и там Белоруссию знают. В Перу также находится храм солнца, известный на весь мир, вот Мачу-Пикчу, да? Вы там побывали? Да, есть там такой городочек, Мачу-Пикчу в горах. Высоко в горах. Он находится, ну, где-то порядка двух тысяч метров, может, чуть выше даже. Очень древнее поселение, скажем. Ну, это последнее, наверное, поселение, где жили инки. Его же обнаружили уже в 20 веке только этот город. И вот в этом городе есть такой храм солнца. Чем этот храм? Он, наверное, ничем особо-то не знаменит. Но для меня этот храм знаменит тем, что я туда вошел вопреки всем запретам. А что было запрещено? Мы когда как-то прогуливались там по Мачу-Пикчу, встретили группу русских туристов из Москвы. И одна из туристок нам рассказала, что она там уже в Мачу-Пикчу, наверное, четвертый раз. И раньше было как бы интереснее, там было дозволено заходить во многие эти строения. Сейчас все это как бы закрыто. Вот снаружи смотришь, и вот храм солнца, там есть такой известный камень, седалище солнца и так далее. Все это как залетело в голову. Я думаю, как это так? Чтобы я здесь был и не побывал в этом? И не дотронулся до этого седалища солнца. Вы, наверное, не про проторенные дороги пошли? Нет, там, понимаете, там... Залезли? Как бы стоят таблички какие-то, наверное, что... А читать-то я не умею. ...за входа. Правильно. Таких заборов, таблеток, чтобы пришлось их там перелазить и что-то нарушать. Поэтому довольно беспрепятственно мы зашли в этот храм. Пошли не читать таблички. Потрогали седалище солнца. Вот на выходе нас уже ждала охрана. Попросила удалить нас фотографии все. Ну, не попросила, а настоятельно. А почему запрет действует? Вы потом узнали впоследствии? Или так вам и не объяснили? Нет, мы даже не интересовались, почему действует запрет. Но я думаю, что это связано, скорее всего, с такими недобросовестными туристами, которые туда ходят, там пытаются что-то нацарапать о себе в память и тому подобное. Причина очевидная. Владимир, а как ваша супруга относится к вашему увлечению альпинизмом? Вы вообще сообщали о том, что вы собираетесь там подняться на высоту в 4900 метров? Нет, ну, когда я в Венесуэле в горы ходил, ее же рядом не было. Потом вконтакте фотографии, наверное, видела. О, боже мой, мачо-пикчо или там. Ну, мачо-пикчо там, допустим, все довольно щадящее. Или пик боливара. А вот пик боливара, да, когда я потом уже по факту старался об этом рассказывать, все равно эмоции-то сдержать невозможно. Хочется, надо же кому-то это все открыто рассказать. Конечно, я наткнулся там на какое-то непонимание. Ну, когда я уже... Скорее всего, на волнение вы наткнулись, на беспокойство о вас. Ну, может быть, да. Ну, просто это же было все там по телефону, да, и как бы особо... Разбираться некогда было сразу. Да, не поймешь. Но когда я вернулся с Венесуэлы, вот, начал рассказывать, что да, что я на самом деле этим серьезно увлекся, что мне это интересно. Стал тут к чему-то там готовиться, покупать себе всевозможное, на этом тоже снаряжение. Ну, скажем так, может, у нас нету такого... Она не разделяет мое увлечение там со мной, но не препятствует. А это самое главное. Это самое главное, это очень важно. Конечно, она за меня волнуется, тут вопросов нету. Регулярно там, когда я где-то в отъездах, потому что не всегда есть возможность, ну, поехать там всей семьей, да, такие приключения. Мы там регулярно созваниваемся, там, по возможности и так далее. Она меня очень просит, что как только там есть возможность, обязательно там хотя бы смсочку, там, напиши. И будь осторожен, да? И быть осторожен в первую очередь, да. Вернувшись в Беларусь, каким занятием, какому занятию вы себя посвятили? Ведь надо же было как-то... Ведь вершин у нас нет. Да. Скалодромы есть, а вот вершин там... Когда закончилась моя вот эта венесуэльская, скажем так, ну, работа в Венесуэле, и уже была необходимость возвращаться в Белоруссию, у меня уже тогда как бы возникали такие мысли, что, ну, надо же как-то какую-то искать будет альтернативу. Ведь, ну, я да, понимал, что горы уже я никуда не денусь, они меня сильно зацепили, но такой, как бы, возможности так часто ходить в горы у меня не будет. Поэтому прибытию сюда, в Белоруссию, я начал там каких-то своих знакомых старых, еще по тем школьным годам, с которыми вместе занимались туризмом. Многие ребята как бы до сих пор продолжают там чем-то заниматься. Вот многие там уже выросли в тренеров, ну, тренируют деток, да, там всевозможному там и туризму. И мне порекомендовали сходить. У нас есть вот в областной станции туризма и краеведения спортивный зал, куда вот приходят все эти уважаемые люди. И там кто как, кто-то с веревками работает, кто-то еще что-то. И вот меня зацепило такой вид спорта, как скалолазание. Там сделан, обустроен скалодром. Благодаря, кстати, очень такому заслуженному, я считаю, человеку у нас есть, глыбовца Валерий Маратович. Под его эгидой там все это обустроено. Под его крылом, как говорится, вот эти все альпинисты, там туристы, всевозможные люди такие интересные собираются. Я туда пошел, в этот зал, попал. Ну, поначалу, конечно, ничего там не получалось. А когда начало получаться, что-то там лазит, все, мне это как бы зацепило. Не удивляет, человек покорил пик Боливара, а вернулся в Белоруссию, и поначалу у него не получалось на скалодроме. Есть какая-то существенная разница между этими видами? Ну, конечно. Пик Боливара там же, ну, хоть и скальный, да, там какая-то техническая сложность присутствует. Но там не надо такой, допустим, физической подготовки, да, как здесь. Здесь же надо дать пальчики, чтобы все... Да, там в основном идешь ногами, ну, какие-то были там участки, вот стенки, ну, там метров 10-15, где там приходилось и крюки позабивать, и с веревкой поработать. Но все равно, это очень разные такие виды спорта, альпинизм и скалолазание. Они, может, как-то вот скалолазание дополняют, там сильно альпинизм, да, то есть если у тебя есть подготовка, тебе будет там гораздо проще. Ну, это немножко не то совсем. То есть тут надо более такая выносливость на скалолазание, именно физическое, крепкие руки. Вот меня за это зацепило, я начал регулярно туда ходить, особенно когда стало получаться, мне стало больше, там все нравится. Потом я уже разнакомился там со всеми этими ребятами. Я с ними ездил на скалы у нас. У нас в Житомирской области, как бы недалеко, я считаю, там, от Гомель, там 400 километров, есть такая вот уникальная возможность побывать там в естественные скалы. Они невысокие тоже, там порядка, наверное, на 15 метров, но довольно популярные, как бы и у украинских скалолазов, и белорусские туда приезжают. И мы были, когда в этом, это Дениши место называется, когда там были на этих скалах, попали, там проводился открытый чемпионат Черниговской области по скалолазанию. И вот наши ребята, было что вот очень приятно, мы заняли там три первых места и одно третье. А вот так вот приехали, отодвинули всех украинцев немножко в сторону. Ну, это вот как бы вот такие вот всякие совместные поездки, походы, так нас вот сблизили, и вот сейчас я как бы... Сейчас занимаетесь, да? Да, так уже довольно, ну не то, что там серьезно, но, считаю, для своего там, для себя, для своего возраста, для своего уровня довольно серьезно, он занялся именно этим видом спорта. Здорово, что... Но горы при этом не забываю. Конечно, как же можно такое забыть? Ну, хорошо, что вы нашли себе такое увлечение, но оно не единственное. После того, как вы вернулись, чтобы как-то компенсировать недостаток движения, вы начали заниматься бегом. Но тоже не случайно, потому что познакомились с марафонцем. Расскажите, как этот человек повлиял на ваше дальнейшее учение? Значит, этот человек, это мой коллега венесуэльский, ну, он сам россиянин, но вот мы вместе в Венесуэле, нам посчастливилось работать. Он до того, как я приехал в Венесуэлу, уже пробежал там один марафон. В Кракасе проводят ежегодно международные марафоны, такой довольно, ну, серьезный, он котируется в мире. И вот это Константин, это вот мой товарища зовут. Константин уже к этому времени один из этих марафонов Кракаса пробежал, да. Когда я у него спрашивал там эти его ощущения тоже, как, что это, такое расстояние, да, большое. И да, так и на это способен каждый. Вот он так меня убедил, что все это реально, что и ты сможешь. Что я тоже зарегистрировался на ежегодный марафон, там на следующий год тоже зарегистрировался этот марафон в Кракасе. Но, к сожалению, вот все эти венесуэльские волнения, да, связанные с переменной власти, эти политические волнения, они как бы стали причиной тому, что от организатора марафона отказались. И в этот год марафон не проводили. Не проводили. Для многих бегунов это, к сожалению, для меня, наверное, это к счастью, потому что на то время я был абсолютно не готов. К этому я думаю, что до финиша я бы никогда в жизни не дошел. Но бег, почему как бы бег? У альпинистов есть такое стойкое выражение, как бы бьет горняшка. Это когда на большой высоте воздействие недостатка кислорода, какие-то патологические начинаются в организме явления, это называется горная болезнь, бьет горняшка. Но когда эти люди, альпинисты, горные туристы, долго находятся внизу, они называют бьет ровняшка. То есть когда ты находишься долго внизу, начинается что-то тоже такое с тобой происходить, и надо куда-то свою эту энергию выплескивать. И вот хорошая альтернатива – это бег. Но как бы и для гор это очень полезно, это кроссовая подготовка. Ну я начал бегать какое-то время, раз, два в неделю. Бегал, бегал, пока меня не подговорили, скажем так, и тот же Константин там. Говорит, давай-ка поедем, мы с тобой в Питер съездим. Там в Питере тоже есть, оказывается, до этого не знал, проводят ежегодный марафон «Белые ночи». Говорит, так я же не готов, как бы, еще я уже понимал, что такое там пробежать 15 километров, это не так-то просто, а 42, так это вообще… Да, и тем не менее, вы пробежали, рассказывайте. Вот я начал к нему усиленно готовиться, вот я где-то три месяца так довольно упорно бегал. Так. И марафон в 42, да, километра? Ну, как бы, очень горд собой, скажем так. Это очень большая дистанция, я думаю, что это была такая победа над собой. Какие мысли возникали в этот момент, когда… Ну, да, это была, как бы, абсолютная такая победа над собой. Время, конечно, у меня там было не аховое, там 4 часа 9 минут. Ну, я, как бы, скажем так, вошел в первую тысячу из трех тысяч участников. 30% очень хорошо. Ну, 818 место у меня, да, я занял на этом марафоне. Наверное, зарекались, что больше не буду. На участке, наверное, 23 до 32 километра я был уверен, что это мой последний марафон. Ну, мысли сойти с дистанции не было, но то, что я больше все избегом, я вообще завяжу, и никогда этого больше не повторится. Ну, где-то после финиша, наверное, через полчаса я уже сидел в интернете и смотрел, что там следующее. Практически как добежать от Гомеля до Речицы, ну, почти, почти. Да, расстояние примерно сопоставимое. Владимир, к сожалению, очень мало времени остается нам для общения. Скажите, что еще недавно вы участвовали в Минском полумарафоне, да? Да, как бы я тоже от своих друзей из Минска узнал, что в Минске проводится. У нас как в Минске марафон довольно широко зарекламирован, но как выяснилось, что тоже о нем немногие знают. Узнал, туда тоже зарегистрировался, но там был полумарафон, там не марафон, там 21 километр 95 метров. Дистанция, очень было классно все там организовано, вообще мне понравилось. На уровне Питера, скажем так, не ниже. И трасса была хорошая, и организаторы постарались. Но вы свой результат увеличили в Минске? Ну, как бы я до этого бегал 21 километр, готовясь к обычному марафону, да, там был, получается, мой личный рекорд, да, у меня там час 41 минута, ну, час 42, скажем так, час 41, 50. Время, ну, мне как бы приятно, интересно, хорошо. Вы очень много путешествовали. И наверняка, вот, попутешествовав, вы поменяли свой взгляд на жизнь, не так ли? Ну, я вам скажу так, что вот у меня теперь, как бы, есть два периода в жизни. До и после. И после, да. То есть попав в Венесуэлу и поняв, что, ну, мне очень повезло там с интересными, с хорошими людьми, которые подтолкнули на все это, что вот можно пользоваться возможностью. Очень там все это было бюджетно, да, там на то время литр бензина, когда я уезжал, за один литр, за один доллар можно было купить тысячу литров бензина. И, имея там автотранспорт, то есть там за 300, за 500 км куда-то съездить, это была вообще никакая не проблема. Да, конечно, как бы взгляды поменялись. Сейчас поменялись не то, что взгляды, приоритеты. Конечно, там на первом месте семья, близкие, дети, это очень важно все. Но вот эти вот материальные ценности немножко уже отошли на второй план, да. Надо накапливать именно ценности в виде наших воспоминаний, в виде каких-то впечатлений, которые ты можешь везде с собой взять, со всеми поделиться и так далее. Это очень здорово. Это действительно, Владимир, очень ценно. Знаем, что вы человек суеверный, не любите делиться своими планами, но хотя бы слово, два слова о своей мечте. Она наверняка есть. Суеверным я тоже стал, вот, благодаря альпинистам, почему-то такой суеверный народ, и я этим заразился, да. Поэтому как бы такими вот ближайшими, во всяком случае, планами никогда ни с кем не делюсь до момента уже... Пока не свершится. Ну, не то, чтобы не свершится, а когда я уже точно уверен, что все, я там куда-то поехал, собрался, все. А мечта, ну, конечно же, есть, ведь плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Так и я, конечно же, мечтаю побывать на самой высокой точке нашей планеты, это Эверест. Хочу туда забраться, ну, чувствую, что еще не готов. Ну, ничего, вы так упорно готовитесь, что мы думаем, у вас все получится. Владимир, мы хотим сказать вам огромное спасибо за то, что вы к нам сегодня пришли в гости, и пожелать вам успехов, удачи, побольше ярких моментов в жизни. Спасибо большое. Спасибо вам за то, что поделились с нами вашими впечатлениями. Нам было интересно, но я думаю, что телезрителям тоже. Вам, уважаемые телезрители, мы напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» был альпинист Владимир Остапов. Это программа «Добрый вечер, Гомель» и мы продолжаем. Дорогие телезрители, мы рады представить вам наших следующих гостей. Это заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гомельского областного центра туризма и краеведения детей и молодежи Ольгу Писаренко. Ольга Васильевна, добрый вечер. А также руководители объединения по интересам пешеходный туризм Екатерину Баранову и учащихся этого же объединения Александру Езерскую и Алексея Басюкова. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Ольга Васильевна, в первом блоке нашей передачи мы пообещали телезрителям, что обязательно расскажем, где можно научиться скалолазанию у нас в областном центре. Но поскольку у вас в центре можно научиться и многому другому, об этом сегодня поговорим подробнее. А начнем давайте с истории учреждения, которая в следующем году будет насчитывать уже целых 60 лет. Да, это действительно так. 1957 год – это год рождения областной станции детско-юношеского туризма и экскурсии. В это время станция юных туристов находилась в такой небольшой комнатушке с прогнившей балкой, которую подпирали жердью. В ней стоял всего лишь один стол и два стула. И персонал станции состоял из двух человек. Спустя два года для станции туристов было выделено помещение, арендованное у детского садика, и также небольшая кладовка, где располагалось семь раскладушек, было несколько палаток и постельное белье. Но несмотря на такие, скажем так, очень скромные условия, туризм и краеведение в Гомельской области развивался очень активно. Ребята ездили на экскурсии, ходили в походы, участвовали в соревнованиях, занимались исследовательской работой, поисковой деятельностью, изучали свой родной край. Семидесятые годы – это годы таких активных контактов между юными туристами всего Советского Союза. В это время была объявлена Всебелорусская туристко-краеведческая экспедиция «Моя родина СССР», в рамках которой ребята из разных республик общались между собой, ездили друг к другу. Наши ребята объездили весь Советский Союз, а Гомельская турбаза принимала ребят со всех уголков Советского Союза. Очень знаковый год для нас – это 1979-й, когда был заложен фундамент нового центра туризма. А уже спустя три года был построен настоящий детский дворец – подарок нефтяной промышленности СССР. Архитекторы позаботились о том, чтобы ребятам было в этом дворце уютно, комфортно, удобно. Новая мебель, просторные кабинеты, коридоры. Чуть позже, в 1987 году, город Гомель принимает такой большой форум, как всесоюзный семинар совещания директоров станций юных туристов. И это не случайно, потому что такое здание, как у нас, оно было единственное в Советском Союзе. И на этом семинаре было отмечено, что Гомельская станция туристов шагнула на 25 лет вперед, потому что условий для занятий туризмом, таких как у нас, не было во всем Советском Союзе. Хотя так скромно начинали, да? Конечно. И по сути, это то здание, в котором сегодня размещается Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи. Что изменилось с тех пор, как помещение выглядит сегодня? Какие условия? Понятно, что здание осталось таким же, но изменилось, конечно же, многое. Сегодня оборудованы новые современные кабинеты для занятий различными видами туризма. Бывший актовый зал переоборудован, перепрофилирован, скажем так, потому что актовый зал для туристов, конечно, хорошо его иметь, но нам важнее туристко-спортивный комплекс «Скалодром», который был оборудован. Кстати, раньше даже вот зацепы для скалолазания делали самостоятельно из клея ПВА и цемента. Но сейчас понятно, что мы их покупаем. А в прошлом году мы открыли современный болдеринговый зал. Это такое потолочное лазание на трудность. Замечательно. Что-то новенькое. Мы знаем, что в центре очень много объединений, но они делятся на два основных направления. Это туризм и краеведение. Расскажите подробнее суть этих направлений. Ну, это действительно так. Как занимаетесь детей? Я бы отметила, может быть, даже и три направления. У нас три отдела в центре туризма. Это краеведческий отдел, туристко-спортивный и организационно-массовый. Так вот, краеведческий отдел, он занимается организацией краеведческих конкурсов, акций, экспедиций. И при нем работают объединения по интересам краеведческой направленности. Например, для маленьких детей у нас такие объединения, как юные краеведы или как юные фольклористы, где ребята изучают историю нашего родного края через пословицы, поговорки, народные игры, сказки. Для более старших ребят работают такие объединения, как туристы-краеведы и литературное краеведение. Работает журналистский кружок. Здесь ребята уже учатся быть в роли редакторов, в роли издателей. Они учатся снимать фильмы, издают свои собственные издания, печатные издания, газеты. Старшие ребята занимаются у нас в клубе исторической реконструкции «Старая Вежа». Это уникальный клуб. Он создан в 2001 году. Сейчас работает на базе нашего центра. Здесь его участники занимаются воссозданием культуры, обычаи, традиций Средневековья. Ребята участвовали во многих фестивалях и уже выросли до такого уровня, что проводят свои собственные мероприятия. Например, летом проходит фестиваль, который так и называется «Старая Вежа». Зимой – зимний пир. А весной проходят мероприятия для новичков, для ребят, которые приходят в клуб заниматься. Ольга Васильевна, хочется уже подключить к разговору наших остальных гостей. Екатерина Викторовна, расскажите о том объединении, которое возглавляете вы. Вообще, я считаю, что туризм – это очень универсальный вид деятельности. Потому что, во-первых, любой из присутствующих в студии зрителей может себя ответственно назвать туристом-пешеходом. Потому что это для нас, для человека свойственный самый доступный вид путешествия. А что касается кружка, то для того, чтобы безопасно и с полным багажом впечатлений, эмоций вернуться с такого пешеходного похода, с любого похода, вот этим навыком у нас обучают в кружке. Вообще, кружок третьего года обучения и контингент детей – костяк – это ребята пятых-седьмых классов. Хотя есть и старшие, но они сейчас уже выступают в роли наставников над молодежью и выполняют какие-то контролирующие даже функции. Вы сейчас говорите, ребята пятых-седьмых классов. Сразу у меня так ассоциация. Наверное, Алексей у нас пятый, может быть, класс. А Саша десятый класс, да, есть еще и старшие ребята, я и старшая, да. И, соответственно, направление работы – это у нас все те навыки осваиваются, которые необходимы в походных условиях. То есть это навыки организации походного лагеря, это навыки ориентирования, ну и, естественно, физическая подготовка, потому что турист помимо того, что он должен сам пройти маршрут, он с собой, как свой домик, все, что ему необходимо, несет все с собой. Поэтому здесь необходима хорошая физическая подготовка. Хотя у нас нету каких-то особых ограничений по приеме в кружок, достаточно, чтобы не было противопоказаний для занятия вот таким видом деятельности. А так все в руках детей. Как говорил мой педагог Леонид Николаевич Егошин о том, что мастером может стать каждый, лишь бы захотел сам, и ему помогут. Вот наша задача, как преподавателей, педагогов – помочь детям, определиться, настроиться, и было бы желание достичь каких-то целей, это уже в руках ребят. Со мной в студии присутствуют, ну, так скажем, в нашем понимании ветераны детского туризма, потому что, несмотря на столь, вроде бы, юный возраст, у Саши уже более пяти лет занятий туризмом, у Леши девять лет. Давайте, ребята, вы уже сами. Ребята, вы сегодня не просто так пришли, вы надели снаряжение скалолазов на себя, да? Расскажите. Расскажите для начала, почему вы выбрали вот именно это объединение, почему оно заинтересовало вас? Саша? Мне нравится ходить в походы и все, что с этим связано. Сколько раз в году тебе удается ходить в поход? Ну, наверное, летом часто, да? Летом, да, часто. Ну, летом могу лет раз пять ходить. Да, это много. Леш, а ты сколько лет, Екатерина Викторовна сказала, уже занимаешься? Ну, я занимаюсь четыре года, а в походы хожу с двух лет. Ну, уже, наверное, куча всего, знаете много всего, как, что делать. И сегодня вы к нам пришли в студию не с пустыми руками. У вас тут все необходимое для того, чтобы сделать что? Носилки. Носилки. Ну что, покажете, как это? Хотела сказать, что у нас вот третий год обучения, и те навыки, которые дети, ну, понятно, что с каждым годом они совершенствуются, и то, что они сейчас попробуют сделать, мы еще этим не занимались. То есть это вот как раз содержание программы третьего года. Вот, поэтому у нас сегодня такой тоже маленький урок ознакомительный, что-то они знают, какие-то элементы. Ну, а что в комплексе получится, мы посмотрим. Хорошо, ну, тогда отправляйтесь за дело, беритесь, а мы с Ольгой Васильевной продолжим общаться. Ольга Васильевна, ну, еще не обо всех, наверное, объединениях вы упомянули. Конечно, объединений у нас очень много, и если заканчивать уже с краеведческим направлением, то хочу сказать, что в этом году мы открыли абсолютно новое направление. Homeland у нас называется объединение, это краеведение на английском. То есть изучение своего родного края через английский язык. Как только вы не пытаетесь уже привлечь ребят, правда, молодцы. Мы стараемся привлечь ребят к нам в Центр туризма, чему-то их научить хорошему и полезному. Какое количество воспитанников на сегодня насчитывает Центр? У нас более 60 объединений по интересам, это где-то более 700 участников. Достаточно обширно. Ну, конечно, да. Очень много, да, да. Тем более, если учесть, что у нас, кроме нашего направления, есть еще и другие направления в городе, что к нам идет столько ребят, это очень приятно. Но самое популярное, это, наверное, скалолазание, верно? Согласна. Самое популярное, это скалолазание. Туристко-спортивный отдел. Он у нас организует работу таких объединений по интересам, как скалолазание, как спортивное ориентирование, туристко-прикладное многоборье. Вот. Но скалолазание, конечно, является таким достаточно привлекательным видом туризма для ребят. Ведь каждый ребенок, он любит лазить по деревьям, по заборам, да, а, ну, каждый согласится, что это небезопасное занятие. И поэтому, почему бы не представить ему такую уникальную возможность, ну, скажем так, со страховкой и под присмотром опытного педагога. А дети любого возраста могут прийти заниматься скалолазанием? Скалолазанием она занимается, дети, с 5 до 31 года. Дети. Включилась мы в молодежь, молодежь, конечно. Мы взрослеем. Ольга Васильевна, очень мы наслышаны и о педагогах, которые учат детей в центре. И, в частности, даже сегодня у нас в передаче наш первый гость Владимир Остапов говорил о Голыбовцеве вашем. Валерии Маратовича, конечно. Это наш... Ему на данный момент 73 года, и он в прекрасной форме. 73 года, он в прекрасной форме. Это наша гордость нашего центра туризма. Это великолепный опытный педагог, это замечательный человек, энтузиаст. Потому что именно благодаря ему, вот я рассказывала о том, что у нас построен новый комплекс для болдуринговый зал. Это все благодаря Валерию Маратовичу и его воспитанникам, которые уже, может быть, и не занимаются, выпустились. Но вместе с тем такая дружба сохранена. Ребята помогают, и наши скалодромы постоянно модернизируются. Наверное, ни одного мастера подготовил Валерий Маратович. Конечно. Валерий Маратович сам совершил более 150 восхождений на горные вершины. Он покорил две высочайшие точки Памира. Это пик Ленина и пик Корженевской. Валерий Маратович Глыбовцев воспитал трех мастеров спорта по скалолазанию спортивному. Это Клюжев Александр, Федоркевич Светлана и Дюбинков Дмитрий. Кроме того, у Валерия Маратовича среди его воспитанников есть кандидаты в мастера спорта, разрядники. Ну и ребята, которые в дальнейшем также, надеюсь, добьются результатов. К сожалению, у нас в Республике Беларусь нет естественных скал. Но это ни в коем случае не уменьшает интересы ребят. А такую возможность именно попробовать себя на естественном рельефе – это летняя пора. Уже в мае Валерий Маратович вывозит ребят в Дениши, это Житомирская область, на соревнования, на сборы. Летом ребята выезжают в Крым на Красный Камень. Это замечательное место недалеко от международного лагеря Артек. А уже с более опытными скалолазами потом выезжают на Кавказ, где они уже занимаются альпинизмом. Очень приятно, что, несмотря на такой уважаемый возраст, Валерий Маратович ежегодно обязательно сам ходит в горы, вывозит туда ребят и тренирует их. И мы очень рады, что он воспитал последователей. Наши методисты нашего Центра туризма, причем они даже работают не в спортивно-туристском отделе, а в краеведческом. Молодежь, которая к нам пришла на работу, они увлеклись скалолазанием, ну просто для себя, вот просто попробовали залезть на эту стенку, покорить ее. Потом они стали участвовать в соревнованиях, а сейчас они уже ведут у нас кружки. И вот как выращивает, сам такой талантливый и ведет, и не просто с профессионалами, да, с детьми уже работают, а с маленькими, начинает и сам их расти. Молодец, педагог. Проект «Мой класс, моя команда», расскажите о нем. Это вот что-то из новых форм работы ваших? Конечно, это новая форма работы, но это из разряда соревнований. Вообще у нас соревнований очень много, скажем так, соревнования традиционные, ну по скалолазанию, по ориентированию, по туристко-прикладному многоборью. Конкурсы проходят краеведческой направленности. А вот этот проект «Мой класс, моя команда», его даже сложно отнести к какому-то направлению, потому что он настолько всеобъемлющий и универсальный, что невозможно его отнести к какому-то направлению. Значит, он отличается от всех других видов соревнований тем, что ребята не разово участвуют, а на протяжении всего года. Вот сама суть соревнований заложена в его названии «Мой класс, моя команда». Самое главное это то, что в соревновании участвует один класс, ну от каждого региона, один класс, именно восьмой класс. Мы взяли такой возраст, потому что это ребята уже, которые осознанно могут выполнять определенные действия и, скажем, не задействованы там централизованным тестированием, поступлением и так далее. Вот этих у них нет, чтобы не отвлекаться, потому что эти соревнования проходят на протяжении всего года. И требуют подготовки. Конечно же. Кроме того, эти соревнования межведомственные, в них задействованы порядка восьми структур. МЧС, УВД, Красный Крест, ОСВОД, БРСМ, ну и так далее. Спектр деятельности просто невозможно очертить. За три очных этапа ребята соревнуются, наверное, по восьмидесяти девяносто различных конкурсах. Это и творческие конкурсы. Ребята готовят визитки команды, готовят видеоролики, пишут эссе «Мой классный, самый классный», например. Решают различные тестовые задания. Обязательно мы предусматриваем и социальную значимость этих соревнований, и краеведческая направленность всегда присутствует. Вот, допустим, если ребята отправляются на маршрут, это один из самых сложных участков, один из самых сложных соревнований во всех этих соревнованиях. Когда ребятки отправляются на маршрут, маршрут может, допустим, быть протяженностью 8, 10, 15 километров в зависимости от времени года. У нас и зимой, и весной, и осенью они проходят. На маршруте у нас очень много этапов, конкурсов. Там ребята готовят пищу, разводят костер, находят там где-то пострадавшего, организуют различные виды переправ, изготавливают, моделируются для них различные условия. Они изготавливают там обувь себе, если вдруг потеряли ее. Ну, то есть, легенда такая существует. Итоги подводятся только уже в мае, когда ставится большой палаточный городок и имеет возможность приехать даже целый класс. Хотя в таких этапах участвует 6-8 человек, которые ребята сами выбирают в зависимости от предложенных нами условий. Ольга Васильевна, несколько слов о предназначении детской турбазы. Действительно, в нашем центре туризма есть областная детская турбаза. 70 мест. Но самое главное ее предназначение – это размещение детских экскурсионных групп и тех ребят, которые приезжают к нам на областные соревнования, либо на спортивные соревнования. На нашей детской турбазе проживают не только ребята из нашей области, но мы встречаем гостей и из Украины, и из России, которые приезжают познакомиться с нашим замечательным городом Гомелем. Ольга Васильевна, центр областного туризма и краеведения – это учреждение, куда могут прийти ребята не только каждый будний день, но здесь жизнь бьет ключом и по субботам. Чем привлекаете, завлекаете, занимаете детей в выходной день? У нас суббота – это особый день для нас, потому что, во-первых, это возможность, скажем так, прорекламировать нашу деятельность, показать, что мы можем, а во-вторых, привлечь ребят к интересному и полезному досугу. По субботам у нас проводятся различные краеведческие акции, конкурсы, спортивные наверняка мероприятия, областные соревнования. Но кроме того, мы организуем еще и массовые мероприятия для ребят из всего города и близлежащих районов. Например, очень набирает популярность краеведческие квесты. Мы уже разработали несколько видов таких квестов. Например, городские ориентиры или квест ориентирования по памятным местам центральной части города Гомеля. Либо квест ориентирования по местам, связанным с литературными героями. Самая последняя наша разработка – это фотоквест. То есть делаются такие снимки, фрагменты, фотофрагменты, а потом на карту наносятся места, где были сделаны эти снимки, и ребята должны соотнести точку на карте с той фотографией, которую они имеют. Это только увлекательный процесс, но еще носит образовательную функцию такие квесты. Конечно. Обязательно по субботам у нас проходят слеты юных туристов и походы выходного дня. Вообще туризм – это очень привлекательное занятие для детей, общение с природой, здоровый образ жизни. Это прям не работа, а отдых сплошной. Ольга Васильевна, в следующем году центру исполнится 60. Как планируете праздновать юбилей? Ну, уже, конечно, планируем. Не будем раскрывать, скажем так, карты. Но единственное я хочу сказать, что юбилей – это большой праздник. И очень важно, очень важно на этом празднике вспомнить каждого, кто внес свой вклад в развитие детско-юношеского туризма в нашей Гомельской области. Самая важная задача, которую мы перед собой ставим – это не забыть ни одного человека. Пусть он уже у нас не работает, пусть он уже переехал куда-то в другую местность, но обязательно на этом юбилее уделить хоть какое-то время, какое-то внимание каждому. По-моему, к завершению подходит процесс изготовления носилок из подручных средств. Так красиво что-то там получается. По-моему, последние узлы, последние штрихи делаются, и вот-вот мы уже увидим в действии этот чудо-инструмент. Приспособление. А такие носилки, они действительно могут быть использованы, да? Если человеку станет плохо, или там может быть какая-то травма. Ну, давайте продемонстрируем потом. Саша, возьми с той стороны Лешу. Леша у нас потерпевший. Только отсюда коврик укладывайте, чтобы удобно было пострадавшего. Леша у нас полегче. Я так понимаю, вот эта вот палка, которая между двумя этими палками, да, крайними, это для головы, да, чтобы у нас шея? Это чтобы, да, под шею, потому что в зависимости от разных видов травм, по-разному транспортируют пострадавшего. О, ну слушайте, все сделано. Вот, примерно так. Все вполне генилино. Замечательно. Мы потратили, наверное, минут 10, да, на изготовление, в принципе, и по времени. Ну, мы не спешили, чтобы... Да, и по времени тоже терпили. А если у нас в городе, это еще гораздо наибыстрее было бы. В соревнованиях у вас есть такое вот задание, да? Да, во-первых, у нас в слетах, когда у нас проходят слеты, есть такой вид соревнований. Ну, вот мой класс, моя команда, то же самое. Самым важным туристским мероприятием года это является областной туристский слет «Здоровье с молоду», который у нас проводится в живописном месте в урочище Казара и который собирает, ну, более 300 участников со всей Гомельской области. Это такой большой туристский город, в котором жизнь кипит, ну, и день, и ночь, потому что есть соревнования, у нас, допустим, еще и ночное ориентирование. Саша, Леша, вы участвовали в этом слете? Да. Нравится? Да. За что вообще вы полюбили занятия туризмом и скалазами? Ну, когда мы ходим по ходу, мы вечером, например, собираемся у костра, поем песни под гитару, жарим хлеб, картошку, сало. А думаю, это не так вкусно. Конечно, на костре. Что сравниться с этим? Шутим. Послушать песни под гитару. Атмосфера. Да. Ой, мы вам по-доброму завидуем, правда, что так часто у вас есть возможность выбираться на природу. А мы вас приглашаем. С удовольствием принимаем ваше приглашение. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые гости, за то, что вы к нам сегодня пришли. Мы хотим вас еще ко всему придаче поздравить с наступающим профессиональным праздником, Всемирным днем туризма. Всего хорошего и до свидания. На этом наша программа завершена. Вам, дорогие телезрители, мы желаем удачи и хорошего настроения. Доброго вечера и до новой встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok